Красноярские горнолыжники вторые сутки не могут вернуться домой из Новокузнецка. Рейсы постоянно переносят. Десятки пассажиров вынуждены искать себе место для отдыха и сна. Большинство людей планировали вылететь в Красноярск после отдыха в Шерегеше. В аэропорт они приехали еще 14 января. Вместе с ними вылета ждут и пассажиры до Москвы. Сначала их самолет готовили ко взлету, но потом его отменили якобы из-за обледенения полосы. В городе было плюс три, прошел дождь, а затем похолодало до минус девятнадцати. По словам вынужденных постояльцев аэропорта, спустя двое суток проблема так и не решена. Добраться до Новокузнецка тоже практически невозможно. Таксисты отказываются ехать в город по ледяной дороге и просто не берут заказы. Часть людей успели заселиться в гостиницу, остальным приходится спать в терминале аэропорта или в фойе отеля. Люди в отчаянии и жалеют, что не взяли билет на поезд. Сроки постоянно переносят. Сегодня утром уже говорили о том, что вылет будет в 12.45. И сделали новость, прислуживая Новокузнецка, о том, что аэропорт функционирует в штатном движении. По факту ничего не произошло. Два самолета из Санкт-Петербурга и Петербурга не долетели до аэропорта. Они развернулись и сели в Новосибирск. Мы, собственно, опять же не знаем, что делать. Забрать наших земляков еще два дня назад должен был самолет компании «Красавиа». И он даже вылетел из Красноярска, но покружил над Новокузнецком и вернулся обратно. Одна из причин якобы застрявший на взлетной полосе «Боинг». По последней информации онлайн-табло Красноярского аэропорта, вылет за пассажирами в Новокузнецк был назначен на 18.50. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!